тема денег она сегодня настолько актуально вот заметь даже там поставили коллективное погружение и в течение нескольких часов сформировалась огромная группа потому что тема просто все люди хотят денег и ты знаешь меня многие вещи даже удивляют на кон на деньги ставится отношения ставится жизнь ставится то есть идут такого рода подмены глубочайшие когда все меряется деньгами деньгами меряется любовь и человек когда об этом говорит это считается нормальным я понимаю что где-то в корнях подсознание это может быть потому что даже там возьми там 100 200 лет назад не знали жениха побогаче невесте приданная и так далее это каким-то стереотипом легло в подсознание и у человека смешалось любовь и деньги но чтобы смешалось настолько что человек вообще всю жизнь мире через призму денег она даже удивляет то есть тот же самый бизнес человек начинает вот например поженились он и она молодые после института там студенты и так далее даже брачного контракта еще нет да все 50 на 50 вот они живут 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 начинаются бизнес и начинается там разворот там вот у них уже был один магазин стало много было там одна заправка стало много было там ну любой бизнес возьми да и вот уже казалось бы богатые люди почему не жить вместе и они друг друга уже начинают тоже видеть через призму денег и такие браки могут и очень часто распадаются и потом объясняют мужчину шелк молодой или ей так с ним не интересно или или а в основе лежат вот эти вот коммерческие разборки но если вот они сами будут смотреть на эту историю до люди подменившие они видят это не так они не видят денег они видят в друг друге плохое они видят какие-то раздоры и на самом деле их подсознание просто посылает друг другу запрос я хочу прожить боль для того чтобы это осознать что ты подменил любовь подменил ценность отношений подменил ценность семьи деньгами и вот когда наблюдаешь вот возьми известные артисты известные люди очень много когда разводятся ты видишь очень очень во многих случаях вот это ценность любви ценность семьи ценность себя просто продано люди об этом не говорят слух они придумают оправдание там молодым любовницам и так далее но здесь на самом деле много подобных камней я не совсем то есть это как одно из направлений или как сказать ну на эту тему потому что на самом деле деньги это свобода и как ты ни крути это ресурс это свобода ресурс это свободу как любовь это свобода да 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 том то и дело поэтому так легко и подменить да да и когда посмотри когда когда пара с но вот сходятся да и вместе поднимать начинают бизнес вместе одинаково не то что там кто-то чем-то за это не занимается а второй занимается да а именно вместе то здесь и ценность идет она именно такая идет целостная ценность а когда у этот много на самом деле много просто я очень с 90-х годов вот я конкретно в этой в этой теме и меня большой большой опыт и друзей и знакомых и на эту тему и как бы я вижу очень много разных нюансов но на самом деле когда у мужчины много денег да вот просто говорю именно так и он вдруг заводит себе любовницу здесь тоже вариантов много может быть может у его жены тоже деньги есть да и ей тоже не интересен уж то есть ложь между ними ложь да потом другой вариант жена не развивалась а муж развивался да она там где-то ему естественно благодаря ей там то что он ему не надо было заботиться там о доме а мог развиваться он развивался да но при этом она не развивалась тоже стояла на месте помешь и как бы здесь тоже такие вопросы между ними поэтому он внутри не развивался да 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 однозначно оба зеркалами да и то что у него там появилась любовница и она теряет она видит что ну узнала и теряет мужа да это же говорит о том что ты была паразитом натурально праве но и он паразитировал на тебе это два паразита два зеркала но просто разных ну тут много вариантов тут все варианты сводятся в одно подсознание человека зацеплено за какой-то момент ввиду того что она как резинка трусов зацеплена за деньги и она потеряла любовь она заменила любовь деньгами да и она требует боли и развития через более она требует через более цепить эту резинку от пенька под названием деньги угу она просто требует причиняя боль смотри ведь это же получают оба оба ведь я даже произнесла смотри на самом деле это программу я произнесла деньги это свобода да и вот вот именно эта программа на заложено я так предполагаю что еще очень давно когда там рабство было и все стремились выйти из рабства но для этого понимали что нужны деньги богатство то есть это давно далеко далеко идет своими корнями вот но но ты не будешь иметь ничего в своей жизни если ты не будешь действовать двигаться развиваться то есть и то же самое время ты двигаешься развиваешься только в том от чего кайфаешь вот да ключ только 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 тогда когда тебе интересно когда искренен вот именно искренен а когда ты движешься да и у тебя и у тебя идет развитие у тебя идет и свобода идет у тебя? У тебя идет все. А когда игра «Я богатый, ты бедный» это игра уже пошла. Сейчас даже фильмы показывают «Ложь», подбрасывает отрывки, и ты смотришь сюжеты вообще примитивные, дебильные на тему «Она богата, он беден» или «Он богат, она беден». Игры. Разные-разные. И потом к этому еще очень классно добавляется вот в эту же модель встроится поверх отличной наупи с пикапом. Вот уже модель примитивных роботов, трахальщиков. Нет ценности себя. И ты смотришь даже эти сериалы, я не смотрю их, но если вот просто даже у тебя открылся, буквально хватает пару минут, ты уже можешь рассказать весь сюжет, как будет развернуться. Примитивно. У нас только деградация. Деградация. Смотри, эта деградация, она сейчас во всем. Я вот когда замечаю, даже возьми детские игрушки, какие появились там. Сделай простые движения, нажми сюда, 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 и игрушка закончилась. Конструкторы, кубики, примитивный состав, построи стеночку, из этой стеночки построи квадратик там. Ты помнишь наше детство, наши конструкторы? железные машинки, варианты, сколько из них можно построить, там и так далее. Сегодня есть аналоги, там, лего, разные сборки, те, которые заставляют думать головой, да. Но примитива настолько много насыпалось из дешевого пластика. И тому же самому ребенку удобно насыпать примитивных этих вот малоломающихся кусков, и он не знает, что с ними делать, и у него нет развития. И ему не интересно. Ему не интересно. И он зацикливается на этом. То есть, у него нет вот этого творческого развития, нет этого мыслительного процесса. И получается вот этим примитивизмом, липучками разными, вот всякой этой ерундой подменяются более сложные вещи. Идет упрощение сознания. И вот это же упрощение идет в отношениях. Упрощение идет в моделях бизнеса. Упрощение вообще во всем. Вчера зацепила такую тему интересную. Зацепила случайно, пришла. Например, за научными открытиями всегда ученые позиционируют себя, что они люди бедные. И вот любое открытие нуждается в финансировании. И под это дело ученый должен доказать, показать и так далее, выступить и привлечь к себе финансирование, получить там грант, или как это дело называется. И ученый пляшет ламбаду за то, чтобы получить деньги финансирования. И вдруг мне приходит мысль такая, ребята, здесь что-то попутано. Если у тебя есть деньги, тебе их надо оборачивать, тебе надо заботиться о них, тебе надо искать, каким образом и куда их вложить для того, чтобы их приумножить. А в противном случае они превращаются в прах. Все, что не задействовано в сознании человека, превращается в прах очень быстро. Те же самые дома ветшают, все ветшает, и деньги тоже ветшают. Сегодня на онлайн-ниере статья, как обветшала сумма, хранящаяся на банковском счете с 98-го года. Вот, это в прах все превращается, это нормально. сознанию это не надо было, и значит это вычеркнуто из сознания. И так оно и будет работать. Это действительно закономерный подход. Так вот, получается, человеку, которому действительно надо, чтобы его деньги не обвешали, ему надо вложить в тех же ученых, в изобретения, в те же самые инвестиционные проекты и так далее. Ему надо, а перед ним пляшут ламбад. То есть, понимаешь, заход с другой стороны. И при этом нормальным считается, что ты должен доказать, что это ж такой уважаемый человек. А потом этот уважаемый человек может вмешиваться, этот уважаемый человек может диктовать тебе условия, если он инвестор. Он может вообще весь твой проект перевернуть и сделать не таким, как ты его задумывал. Ты продал проект, все. Как бы это не звучало. Те же самые инвестиционные наработки в США, да, они прекрасные, но они заканчиваются деньгами. Все. С молотка продано. И при этом это дает шанс развиваться, если действительно без этого было никуда. То есть как альтернатива, как компромисс по парадоксу, да. Но если зайти с другой стороны, посмотреть, блин, тут все иначе. И надо позволять себе смотреть со всех сторон. Потому что, когда ты смотришь с одной стороны, ты узко направлен. С разных сторон ты видишь совсем другие выходы, другие решения, другие возможности. везде-везде, абсолютно везде должна быть искренность. А у нас везде-везде-везде ложь просочится, где-то подстроится, где-то увидеть лазейку, везде подход, вот змеиный подход такой, вот именно змеиный такой ложь идет. А абсолютно ко всему везде. Если ты в искренности, то есть, если ты находишься в искренности, это не значит, ты Иванушку дурачок. Нет. Это когда тебе интересно то, чем ты хочешь заниматься, либо ты уже занимаешься. И ты в этом не качаешься на качелях. То есть, тебя нет зависимости, нет зацепов, тебя не выводишь ты на эмоциях, то есть, ты не зависишь от кого-то. Скажите, вот какое-то действие, скажите, как вы считаете, вот если я это сделаю, у меня пойдет или нет? У тебя даже не возникает вопроса. Если у тебя это возникло, все, ты уже здесь, ты уже в игре, ты своего потока ушел. А ты просто вот занимаешься и ты опыт получаешь. Так, увидел это, проанализировал дальше, увидел это, но у тебя тебя нет вот здесь. Ты просто берешь, ну, то есть, это развитие, это развитость ума, мозга, сознания, да, развитость сознания, то есть, у тебя идешь, ты в своем интересе и у тебя нет вот этого, а вот здесь я так сделаю и пройду, пролезу, не пройду так, пройду бочком. Вот, понимаешь? Ну, видишь, для того, чтобы валить действительно искренне и открыто по интересу, да, просто валить, другого слова здесь не подходит, здесь действительно надо, чтобы у тебя внутри горел огонь, ты идешь на своем ресурсе и в то же самое время в тебе внутри работает мудрость, разум. Да. То есть, если нет разума, да, то по молодости люди зачастую неразумны, да, то есть, горячее включение в игру и тогда получается, молодости нужен разум, молодости нужен опыт, молодости нужно старшее поколение мудрое, которое подскажет, направит и так далее. Я, например, вот в вопросах, когда меня направляли и где-то помогали, я же все-таки ну, не на пустом месте выросла, я имею в виду те же самые психотехники и мой интерес возрос в этом. Нет, были люди, которые встречались на моем жизненном пути, которым я очень благодарна, которые были мудрыми и те же самые Суфи, и в той же самой Академии наук, тот же Георгий Васильевич, и таких людей, даже вот подсказки, которые мы получали последние три года, это все люди мудрые нам давали, они говорили, девчонки, если вы хотите, значит, надо будет вот это учитывать, надо вот это учитывать. То есть есть моменты, которые помогают, это о мудрости, и эта мудрость, заметь, приходит с возрастом к людям, надо, чтобы было старшее поколение, на кого можно опереться, а оно с Альцгеймером Альцгеймером. Смотри, но если ты от этого старшего поколения или от кого-то будешь зависеть, то все, а именно это ты готов слышать эту мудрость в себе, в себе, ты слышишь, и ты благодарен этому человеку, который, да, который, вот оно, потому что, потому что я тоже знаю по себе, вот как мы с мужем, мы с ним с нуля полностью, но у нас был интерес, конкретный интерес, и у нас не было, знаешь, как советчиков или кого-то, мы сами решили и погнали, да, но при этом мы видели и мы учились, именно, проходя свой путь, мы учились, но мы никогда не входили в зависимость, никогда мы не влазили в зависимость, мы нигде ничего не отдалживали, мы четко шли на своем интересе, вот, и именно, когда человек готов слышать мудрость, но не зависит, не цепляется за него, ой, у меня есть мудрец, и я его, ну или учитель, это вынос авторитета на мудреца, все, все, это уже, нет, тут авторитет должен остаться в себе, разум должен остаться, но в какой-то момент у тебя в жизни появляются зеркала, которые дают подсказку, смотри, вот здесь, вот здесь, вот здесь, в моей жизни было очень много тренеров тех же самых, а ты умеешь читать эти подсказки, понимаешь, вот это и есть, авторитет остается в тебе, ответственность в тебе остается, зеркало тебе говорит, вот здесь так, классно, вот здесь, а ты благодарен этому зеркалу, ты благодарен, допустим, этому зеркалу, да, за то, что благодаря ему, ты, но ты при этом это зеркало умеешь читать, вот как-то так, то есть ты не цепляешься, а ты читаешь. Видишь свое зеркальное отражение, что это для тебя, твое же подсознание через зеркало для тебя дало информацию, и учти эту информацию, она действительно полезна будет, и это о разуме, потому что действительно очень много, ну вот я себя вспоминаю, очень много людей было, кому я просто очень сильно благодарна, и та же самая тема гипноза, глубоко изученная, она шла через опытнейших тренировок, которые давали знания, через мудрость, через обмен знаниями, через все вот это. Да, благодаря им тебе не надо было это все доставать, то есть самой, а ты могла вот общаясь, и где-то, где-то проходя что-то, да, ты получаешь знания, вот оно, когда, по сути своей, мы сейчас рассказываем, знаешь про что? Про то, что как должна, должна именно быть выстроена система выскренности в жизни вообще? Ну те же учителя в школе. Между молодым поколением и возрастным поколением. Да, 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 вот именно вот это взаимоблагодарность друг другу, ведь благодаря молодежи, да, старое поколение, ведь им становится интересно, когда они видят, какие возможности можно, да, и осознают, что они могут внести свою лепту. Молодежи круто знать, что у них есть опытный человек, который подскажет где-то или же своим опытом именно поделится, а ты можешь, оттолкнувшись от него, двигаться дальше. И это интересно, это на самом деле, вот это сотрудничество. Возьми школы, учителя, вот я к чему и говорю, что это то же самое. Вот так же учитель должен быть в интересе. именно в таком интересе, когда он приходит, он идет на работу, как на праздник и встречается с детьми, да, и он свою работу, свой предмет преподносит так, что детки сидят и слушают, и у них интересно, и они благодарны ему за то, что благодаря ему они слышат много информации, которая у них откладывается, как польза для них же, да, и при этом они получают от него искренность, любовь, благодарность, то есть они учатся от него искренности, благодарности, любви. Это вообще невероятно. Вот, именно когда, вот опять-таки мы пришли к тому, что человек любит то, чем он занимается, ему интересно то, чем он искренна. Искренность. Это же не значит, я Иванушка-дурачок, и я всем, всем-все покажу, все, весь дом мой открыт. Нет, это говорит о том, что ты чист, перед самим собой, ты, у тебя просто, тебе легко. Все, ты легко, ты валишь, ты... Но у тебя это легко и на работе, и в школе, и дома, и везде. Да. И тогда тот же самый бизнес, чист, прозрачен. Да, тот же самый бизнес, это уже не про деньги, это про искренность, открытость и интерес. Да. Это когда тебе интересно просто жить, потому что ты не можешь ничем заниматься, кроме того, что тебе интересно. Ты этому посвящаешь все время. Ты кайфуешь от этого. То есть, ты не робот, ты действительно творческая личность, которая наслаждается жизнью. И тогда смотри, вот мы с тобой в одном из подкастов говорили о том, что те же самые пенсионеры, да, вот сейчас уходят на пенсию там в 50 с лишним лет, и все, они не нужны, они никому не нужны, они ушли с предприятия. И у них начинается игра в болезни, в поликлинику, в достании врача, да. Сделай пенсионный возраст после 70, то есть до 70, он еще будет работать на каких-то предприятиях, но надо понимать, что где-то с 50 до 70 надо делать переходный период, чтобы человек уходил в семейный бизнес, в семейный, в свой интерес, тот интерес, на котором, если человек там работал на предприятии, да, сейчас много крупных предприятий, и он уже предприятию как бы не нужен, он там свой ресурс исчерпал, то надо дать возможность ему вот дельту во времени, когда он открывает на каких-то условиях бизнес, когда присоединяется к семейному бизнесу, к детям, вот в этот случай детям, мудрость, да. И вот этот вот случай, когда старик, получает возможность делиться своим опытом, знаниями, оставаясь задействованным в работе, оставаясь полезным обществу, и при этом уменьшится и налоговая нагрузка на содержание, все вопросы можно отрегулировать этих людей. И получается, он остается, ему еще нужно здоровье для того, чтобы заниматься делом. Но тогда возникает вопрос, тогда надо что-то очень сильно упростить, потому что для людей возрастных надо очень сильно все упростить, чтобы они могли работать, жить, платить налоги, заниматься какими-то делами, и все это в семье. Либо не в семье, может быть, и самостоятельно. То есть, в любом случае должен быть какой-то механизм, дающий возможность продлить человеку здоровье через интересную для него деятельность. Не выпихнуть его на огород, сади морковку. Нет. Это выпихнуть то же самое, что выпихнуть на кладбище. у человека будет ресурс на жизнь, когда он к какому-то своему моменту, там, 50 с лишним, к 60 годам, он приходит к тому, что ему интересно, и он готов покинуть там свое рабочее место на предприятии, чтобы не мешать там работать молодым, где требуется энергия, силы и другая физика, и свою мудрость, свои знания внести во что-то. Какие у него могут быть мудрости, знания, если он работает на заводе, как робот-автомат? Ты берешь рабочих, а есть же творческие товарищи. А вот теперь смотри, а можно ведь и рабочий тоже. Вот смотри, если человек работает на работе, кстати, кто работает, вообще круто. Да. А ведь работает вот на заводе, да, человек, и мало того, этот человек еще имеет свой интерес, он не забывает о себе. Вот тогда у него действительно жизнь, она интересная, все равно он на данном этапе, пока он осознает, это разумно, осознает, что мне надо работать вот на работе, то есть там у станков или как-то там, да, но при этом у меня есть интерес, мое хобби, а у нас же как? Хобби это сразу ненужное, и все, и робот-автомат и к пенсии пришел. А когда он развивается, вот где мудрость рождается, вот где знания, именно вот в том, где тебе интересно. то есть ты работаешь, но в какой-то момент твой интерес, если ты о нем не забыл, он начинает укрепляться, интересным становится, и ты в какой-то момент приходишь к тому этапу, когда ты полностью осознаешь, что ты освобождаешь рабочее место, потому что у тебя здесь есть интерес, и он для тебя важнее сказать, он всегда важнее, то есть тебе уже все, ты понимаешь, что я готов только им заниматься, и вот тогда вот это развитие... Но тогда вот этот переход, он должен быть простым. Я для примера приведу, я не так давно общалась с одним знакомым, у него золотые руки на самом деле, но при этом он этими руками, ему некогда работать, потому что всю рабочую неделю он на работе, выходные там надо смотреть за престарелыми родителями, и, соответственно, если он где-то позволяет себе, он делает очень красивые вещи руками. И я ему говорю, почему ты ИП не откроешь, почему ты не занимаешься, ты же реально очень круто, руки золотые, ты можешь этим зарабатывать, и ты заработаешь значительно больше, чем ты сейчас зарабатываешь на той работе, что ты имеешь. А вот он говорит, а я боюсь. Говорю, чего боишься? Говорит, это же надо оформлять, оформляться где-то, это же надо там с налоговыми делами, это же надо. И человек говорит те вещи, которые у нас вообще сейчас, казалось бы, ну проще некуда, да? За день тебе все, что угодно откроют, все эти бюрократические препоны отсутствуют, вроде бы все просто. А в то же самое время у человека, который никогда не работал, всегда работал на найме, есть вот этот подсознательный страх. Он даже к налоговой подойти. Взять ответственность. Он даже к налоговой подойти боится. И я когда рассказала, говорю, так вот это просто, вот это просто. Почему ты не зарегаешься? Почему ты не... Ты можешь работать сам? А он так и не решился. Полгода прошло, он так и не решился. Он говорит, боюсь. Просто боюсь. Тупо боюсь. Такого не должно быть на самом деле. А человек уже все, он в пенсионный возраст входит, и у него выбор. Либо его скоро сократят. Ну, и отправят на пенсию. И вот этот вот плавный переход, который бы продлил его здоровье и дал бы возможность реализовываться творчески, и дал бы уменьшение той же пенсионной нагрузки и так далее. Это вот эти переходы, когда человек уходит туда, что он умеет, на самых простых каких-то условиях. Нет, конечно, решение очень большое. Конечно, но он обесценил себя давно уже. Конечно, он обесценил. Тут если взять психику, он всю ответственность оставил где-то. Да, да, да. И поэтому здесь как бы без вариантов, без шансов. Сейчас он находится на том этапе, когда он либо, знаешь, как в омут с головой, либо лучше я закроюсь, пойду тихонько на пенсию, и все, и на кладбище. У него только так. Да, да, да. Идет просто закрывание человека, вот все дверки схлопываются, и все. Кстати, насчет обесценил. Яблочко, потому что я у него спросила, скажи, сколько ты зарабатываешь на основной работе его? Он назвал сумму. И вот то, что он делает руками. Я говорю, так ты посмотри, сколько тебе надо сделать вот этих штук, и ты это будешь иметь. А какие люди будут счастливые. Да, и люди такие будут счастливые. Да. И реально руки золотые. А он говорит, да, это никому не надо. Вот в семье, вот еще кому-то. Смотри, это никому не надо. И это же ведь прививается, на самом деле, в семье даже. Это говорит, ой, нет, что ты мне будешь тут заниматься этим? Обесценивание. Давай, мой муж, туда иди, на работу, и все. Вот оно, обесценивание. Или же говорят, ой, спился. У него же золотые руки, но он спился. Тоже вот про обесценивание, да. То есть человек умеет что-то делать, но он не ценит это. И он делает что-то за 100 грамм водочки. И постепенно, то есть он, знаешь, так, а мне, сколько тебе заплатили? А мне ничего не надо. Ну, тогда эти 100 грамм водочки. Ну да, налей. Выпил один, второй, третий раз. А потом все, и погнала. То есть вот это вот подавление, ведь он подавляет себя. Он просто не может сказать, сколько стоит его. Да, да, да. И все, и пошло. А не может сказать, потому что боится. Я же как бы не имею права брать вот так напрямую деньги. Мне же их надо как-то, кассовые аппараты и все такое прочее. Ну, это сейчас, я про раньше говорю. Про вообще, вообще говорю, как вообще. Раньше вообще за бутылку водки все, все договоры делались. Да, это была валюта. Именно водка, водка, понимаешь? И вот это... Кстати, 90-е годы, начало 90-х, когда долларов не было, рубли все так ляснули хорошенько. И было, наверное, года два было валюта и водка, если ты помнишь. Да, да, да. То есть все вопросы решали, столько за водку, сколько это стоит. Это стоит ящик водки. А водку давали по талонам. И, грубо говоря, золотые руки, просто золотые руки покупались за бутылки водки, да. Золотые работы за бутылку водки. Это вообще просто невероятно. И это такое бесценивание этих рук. Потому что на самом деле людей, у которых золотые руки, которые могут делать что-то качественное, строить качественно, делать какие-то резные украшающие штуки, ну, это на весь золото, на самом деле. Это же такое творчество. Мне в этом плане сейчас нравится Инстаграм. Очень много фотографий таких выбрасывается. То, что люди... Делают невероятные вещи. Невероятные вещи. Видно, что туда вложена душа. Вот начал просыпаться вот это, знаешь, как начали просыпаться... Когда начали возвращаться. Возвращаться. Да, вот возвращаться. А на самом деле ведь вся красота, все творчество перешло на штамповку, на тупую штамповку. Штамп, 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 штамп. Вот только сейчас возрождается. Уже начала потихоньку цениться ручная работа. И она должна быть... Причем, смотри, когда ручная работа, блин, сразу следующий шаблон. Тудух-ремесленник. Нет. Ну вот оно. Ты же будь мудрый. Не можешь здесь быть шаблоном. Не ремесленник здесь. Есть очень много услуг, работ, то, что делают люди, которые нельзя отнести к ремеслу. Ну, никак нельзя. И человек это делает хорошо. У него должна быть возможность как физическому лицу или как индивидуальному предпринимателю очень быстро по упрощенным схемам возрастным уходить на какие-то минимальные налоговые ставки с минимальным количеством бумаг, чтобы у них не было даже бухгалтеров, чтобы эти налоговые операторы сами за них заполняли бумаги. И все, и люди будут работать. Люди будут работать. Все просто. Кстати, вот эти принципы, они же в Грузии очень хорошо работают. И они уже откатаны в Грузии. У них, конечно, куча своих других вопросов, не откатанных. Но вот эти вопросы у них неплохо сейчас развиты. И они людей не ограничивают нигде, ни в чем. То есть их не наказывают, нету там штрафных санкций, за тобой никто не бегает с 10 проверками. Как бы минимальный налог, который отдан на честность человека. И это, кстати, и развивает, и честность, и искренность, и так далее. Когда человек сам себе врет, он же потом за это и болеет. Кстати, на эту тему, вот мы с тобой сделали подкаст, и там был момент, когда говорили про... Когда несколько человек сразу в складчину покупают наши санары и так далее. И мне пришла сегодня обратная связь на эту тему, про эти искушения. Я смотрю, действительно, люди, у кого пошло чистое сознание, как подорвало изнутри, как пошла искренно открываться. Пошла ясность. Просто пошла ясность, четко пошло, да, именно ясность. И общество, если общество таким будет, оно же будет само регулировать эти вопросы. То есть не надо тогда дубинка по голове, когда у тебя уже в голове прояснение идет, когда ты сам не будешь там наступать на грабли, когда ты сам не будешь... Общество все равно потихоньку развивается. Растет, когда уровень жизни человека, кстати, опять-таки, с материальным миром связано, с деньгами связано. Уровень жизни вырос, лифты стали чистыми. В подъезды уже входишь. Раньше входил в подъезд, знаешь, ощущение, бомбочку туда кинул, а потом только входишь. Сейчас уже входишь в нормальный подъезд. И так далее. Много чего меняется, много чего в плюс меняется. Но все же идет от нас сами. Да, все идет от нас. И заметь, как в этом плане в Беларуси, все идет от нас. В Беларуси... Беларусь отменила визы на въезд в страну, там, в ряду стран, да? До конца 22-го года продлила. Убрав вообще визовый режим. Это крутейший шаг на самом деле. Если ответный шаг будет таким же, вот визы уходят. И они не нужны. Люди должны путешествовать, ездить. Да, но есть моменты, которые не продуманы. Именно не продуманы, но... как это, отданы на добро. То есть, не заглянули туда. И как бы, ну, с полным доверием на кого-то, кому-то. А на самом деле туда должен глянуть хозяйский глаз конкретно. Есть, есть. Есть все. Да. Но при этом, понимаешь, в любом случае... Важные вещи, очень важные вещи. Профуканы. Если даже какие-то вещи профуканы, они вылазят потом все равно, и они подсвечиваются. Ну, они вылазят через страдания. А зачем страдания, когда у тебя есть мудрость или разум? Зачем страдать? Зачем через страдания вылазить? Ну, одновременно ты не можешь досмотреть даже в своей квартире везде грязь. Ну, не можешь ты все увидеть. Ты не можешь увидеть любую пыль под диваном. Ты... А не надо, не надо такие моменты. Надо основные, точечные, четко выраженные точечные моменты. можно хорошо знать, куда надо. Не обязательно шлезть в щели. А то, что заметно, то, что играет роль, то, что очень сильно играет роль. Я о таких моментах. Ну, придем. Я не до конца поняла, о чем ты говоришь. Ну, визы – это одно. Это одно из. А налоги тоже надо дуть. Ну, надо. Да. И их надо разумно дуть. Ну, из них надо убирать просто те вещи, которые, ну, прямой... Вот как НДС. Ну, что тут скажешь? И к этому общество тоже придет. Но оно придет через осознавание. Понимаешь, оно придет через осознавание, через искренность и через открытость. Но без осознавания ничего не изменится. И оно придет через благодарность. Без благодарности тоже ничего не изменится. Чем быстрее люди будут учиться благодарить, тем быстрее будут идти изменения в плюс. Тем быстрее будет идти развитие. Да, это так. У нас сегодня, кстати, консультация. Скоро по бизнесу. И она... Все вопросы, которые мы сейчас проговаривали, сразу же стараются. Даже интересно очень. Очень интересно посмотреть, поднять. Именно интересно пройти из подсознания на тему бизнеса. Причем это тот бизнес, когда было все и... Было все и вдруг ничего. Ничего. Вообще. Я ничего не слышала. Я только слышала, что было все. Так это название консультации. А, да? Ну вот. Потому что я не знаю. Вообще не знаю. И я не люблю. Я специально никогда не читаю ничего. Я именно специально не влазила для того, чтобы в строчку сначала... Да, чтобы информация была в чистом виде. Ты знаешь, как девственно. Вот это именно так. И грузиться на эту информацию. И доставать, что же в подсознании происходило для того, чтобы это все проявилось в жизни. И взять это все через чувства. Интересно очень. И потом посмотреть, как это будет проявляться в жизни. И какие перемены будут идти. Это очень интересно. Потому что по бизнесу у нас много наработок. И знаешь, по бизнесу у меня даже были такие ступорные моменты, когда я себе говорила, нет, я больше с бизнесом работать не буду. Потому что получается, что вот ты работаешь с подсознанием человека, вот ты выгреб вот это, то, зачем ему это было надо, страдание там и так далее. И потом дальше, я обычно ржу же над твоей фразой, так вот-вот-вот, это уже есть, да? Вот эта фраза, это минимум полтора месяца. Да, минимум полтора месяца. И потом так, фух, и пошло в проявление. И за это время человек успевает забыть про консультацию, забыть про нас. Он вообще, у него жизнь уходит в другое крыло. И потом он, вплоть до того, что он говорит, да не было ничего такого, у меня все было всегда хорошо, я уже забыл. И ты знаешь, вот сколько было консультаций по бизнесу, каждый раз, типа, вы тут при чем? У меня там были такие хорошие ребята. Оно так сложилось, да. Оно так сложилось, и вот это, и вот это, и вот это. И поэтому, когда ты продолжаешь общаться с человеком, и в каких-то моментах так проскальзывает, и так смотришь и думаешь, блин, вот меня это всегда в бизнесе убивало. Если в болезни, вот болезнь была, вот она исчезла, то бизнес это такое размазанное пятно. Но у меня всегда все было хорошо, и так, и припрятал. А при этом, а что ты тогда обращался? Ну вот она, благодарность как раз таки. Ну вот эта благодарность в бизнесе очень круто подсвечивается. Угу. Вот. И, ну при этом у человека все становится по-другому. Угу. Можно порадоваться за него. И каждый раз вот радуешься, смотришь и понимаешь. Ну. А надо ли? Ну при этом надо, Наташа, тогда, когда тебе интересно. Вот мне интересно, тогда надо. А не интересно, тогда не надо. Тогда не надо. Да, это, наверное, единственный критерий отбора. Интересно или неинтересно? Конечно. Потому что если неинтересно, тогда... Да, и тогда, когда тебе интересно, да, и тогда получается, неважно, как там человек осознает, что ты ему помог, не осознает, ты сам видишь свою работу. Вот оно. И ты тогда не зависишь от этого человека. Понимаешь? А ты видишь, ты видишь свою работу. И ты ценишь себя. И ты ценишь свою работу. Нет, тут я согласна. И тогда самый лучший вариант, вот после консультации, не общаться какое-то время. А потом встречаться с... Искренне, когда рад видеть друг друга, либо же слышать друг друга, либо... Ну, в любом случае, это искренне открыто. Ну, а по сути своей... А зачем встречаться? Ну, то есть, во время сразу. Через какое-то время, да. Ну, то есть, я имею в виду, а по сути своей поддерживать только отношения для чего? Для того, чтобы... Для того, чтобы мы вообще ни с кем отношения не поддерживаем. Мы встречаемся в ресторане, когда приезжает человек поблагодарить. А других вариантов нет. Ну, то есть, как бы, да. Тут... Нет, ну, бывают разные моменты, когда человек на своем пути, вот как мы после консультации ты же еще долго поддерживаешь человека, где-то написал, вот надо вопрос. Ты отвечаешь, ты как подсвечиваешь, подсвечиваешь, да. А в какой-то же момент все равно человек пошел сам. Пошел сам, да. Как ребенка научил ходить. И вывел на другую дорожку. А есть же варианты, когда ты видишь, о, четко подсел ты, паразитик, и едешь. То есть, то сразу ты видишь, хлоп, не-не-не. Вот столько информации получили, и вся есть. Работаем. Но видишь, когда паразитик, тогда результат у него. Да, так естественно. Если ты хочешь, чтобы результат был заучив уходить самостоятельно, то тут, значит, не будет. Знаешь как? Ты тогда толкни его. То есть, чтобы он пошел со скалы. А это значит, что, вот, как я говорю, все, есть объем работы, работаем, все получено. И на свободное хлеба. Вот оно так должно быть. Когда ты видишь, что есть целый объем информации, есть целый, вот, огромный объем знаний, да. А человек, вот, просто дайте еще. И это мне. И это мне тоже сюда. И это, ну, так, извините. Кстати, наши курсы так иногда покупаются. Ну, вот. Понимаешь, что пока человек посмотрит, пока человек разберется и осознает. Да. Это уже не в этой жизни. Ну. Да. И выигрывают те, кто идут нога в ногу. Кто действительно искренне, искренне, да, хотел и хочет, ну, найти себя, увидеть себя, встретиться с собой. То есть, искренне жить или как там, не знаю. Ну, то есть, вот, человек находится в интересе. Интересная такая тема, да. Большая тема, да, рассуждения. Большая тема. В любом случае, реализация человека, движение человека не за деньгами. Любовь не заменишь на деньги. Хотя и любовь, и деньги дают свободу. Да. Любовь – это любовь, это жизнь. А деньги – это деньги. Как стимул. Как стимул для ленивого развиваться, двигаться. Да. Как один из вариантов морковки для осла, пока ты осел. Да. Пока ты… О, четкая фраза. Пока ты осел. Точно. Прям вообще. Когда ты перестанешь ослом быть, да, то у тебя будут ценности другие. Другая система ценностей. И тогда будет интерес, и тогда будет разум. Да. И тогда будет мудрость, и тогда будет гармония. И здоровый человек. И тогда не будут проблемы отцов и детей, тогда не будут болезни и так далее. То есть это все. Болезни, они бессмысленны становятся. Просто бессмысленны. Потому что болезни – это, как это сказать, болезни – это, как это, судьба или залог паразита. Как это? Паразитарный мир. Удел паразитарный мир. Вот, удел. В паразитарном мире есть только болезни. И это так. И наш мир паразитарен. Да. Он напоминает фурункул на самом деле. Да. Если смотреть с большего масштаба. Фурункул, который очень круто изолирован. Изолирован, да. Изоляция, да. Это как вот у организма, допустим, появляется попеломка. И она так. Это вот у клеточек крыша поехала. И хлоп, они свой мир начали обрассовывать. Вот это мы. А организм целый ждёт. Ну, когда вы, братцы, наиграетесь. И вернётесь, либо отвалитесь. Ну, знаешь, точно так же организм ждёт, пока отвалится кусок печени, лёгких почек, а потом уходит на кладбище. Поэтому тут большая тема, на самом деле. Да. И салют. И салют. И салют. Продолжение следует...